а знаете ли вы зачем вы вышли шингарды для работы на макеваре сейчас я вам расскажу смотрите если вы занимаетесь значит укреплением своих рук или ног неважно любых ударных поверхностей то у вас конечно кожа заглубеет подкожные клетчатка и так далее то есть руки может одеревнеют орковею это все нормально это хорошо это понизит вашу болевую чувствительность и сделает руки более подготовленными для того чтобы убить под макевар усиление хорошо если ваша макевара будет упругой тогда вам в нее можно бить в принципе довольно сильно если это конечно дерево которые не движутся или стена или камень то это все засаду дальше чем укрепление именно поверхностей как таковых дело дальше не пойдет если вы хотите чтобы вас укреплялись кости запястья пястья лучезапястность локоть плечо и все другие демпферы вам конечно нужно макевара упругой вот ну давайте зачем же все таки вот это дело в том что специфики работы на макеваре опять же так упругой макеваре две первое это значит укрепление ударных смей поверхности то есть снижение болевой чувствительности или загрубление самой ударной части для того чтобы кожа не секлась а при нанесении сильных ударов особенно при довольно долгих тренировках то есть еще занимается мало то он обязательно руки посечет у него будут либо кровавые мозоли либо у него сечки на руках либо у него будет еще что-то и совершенно точность человек даже занимается долго у него руки хорошо будут будут закреплены если он наносит по нескольку тысяч ударов за тренировку и даже по нескольку сотен ударов тренировку и особенно сильно у него обязательно если руки ороговеют то они потом обязательно потрескиваются почему потому что ороговевшая кожа она очень плохо на самом деле кровоснабжается она менее значит эластичная а поверхностный слой вот огревающего косы петель и он будет таким скажем так и стекли не вшим и поэтому если вы наносите сильный удар то это кожа растрескивается появляются глубокие трещины очень плохо заживающие почему они плохо заживают опять же потому что очень плохое кровообращение плохая гимбодинамика нету питания правильного кожи и заживление очень долгое более того если нанести если даже немножко подживет в глубине трещины там эпитализация пойдет стоит нанести один-два удары и опять эти кровоточащие появляются язвочки трещины и так далее некоторые считают что это круто на самом деле это мешает работать можно превозмогая боль конечно работать дальше считать что это здорово на самом деле ты это не здорово нифига вот дальше это первая такая постась то есть закрепление ударных поверхность то есть первая часть кстати даже конечно разумеется это еще и подкорник клетчатка и это еще самые поверхностные слои которые находятся под кожей но там буквально два-три миллиметра не больше вторая часть это постановка удар удар ну смотрите что происходит все говорят надо на макеварь работать голой рукой макевара для голой руки с одной стороны как будто это все понятно это конечный результат работа на макеваре со всей силы голой рукой на пробой это понятно но до тех пор пока у вас уже на руках не стало такой чтобы защищала и себя и то что находится под кожей вы сильный удар в макевару много раз не нанесете ну два-три раза десяток раз может быть а потом у вас кожа засаднит это 1 а 2 собственно говоря то что находится под кожей непосредственно а это головки сустав головки костей суставные по несутные поверхности а суставная сумка капсула суставная связки мелкие они не выдержат этой самогеногрузки у вас руки просто заболят заломят и и так далее так вот что получается то есть до тех пор пока вы руки не превратите врага вы не сможете бить реально сильно руки врага вы может быть и превратите но у вас они потрескаются и опять же будет плохо бить на пробой сильно но возникает encore зовут обратнеть корпорnek когда же можно начать будет работать в макевару сильно вот у человек занимается сначала в малоcuso дни от руки и потом занимается самым новым к висом трещины и он сначала не может работать руками сильно потому что со дня едят мозоли кровавого потом не может работать после трещины постоянно на руках когда же бить-то в макевару сигнат программировать 5 сантиметров. Да сразу это можно укреплять. Можно. Я скажу даже больше. Можно заниматься второй этой вот ипостачью работы на макеваре, а именно постановкой глубокого прыгного удара, даже если вы не собираетесь себе укреплять ударные поверхности, то есть не заниматься поверхностной какой-то набивкой. Вы можете даже без этого ставить удар на макеваре. И для этого вам служат вот такие вот шингарды. Такие или другие, это не важно на самом деле. Совершенно не важно. Основная задача защитных протекторов на руки, это заменить этой кожей вашу кожу на руке. Вот и все. Чтобы вы не саживали себе кожу. Вы в конце концов можете даже не шингарды надевать, а можете надевать обычные кожаные перчатки старые, если они, конечно, плотненько, туго сидят на руке. Тугненько. Все. Это вы просто надеваете другую, чужую кожу. То есть кожу из того животного, из чьей сделаны вот эти перчатки. Все. Шингарды больше подходят. Особенно для начинающих, потому что они еще немножечко, скажем так, амортизируют сами по себе. Вот это важно. И тогда можно, не имея укрепленной кожи на руках, не потрескавшейся кожи, не амазоленной. Особенно, если вы какой-нибудь человек, которому важно очень, чтобы ваши руки выглядели хорошо. То есть вы, предположим, учитель, хирург, врач, не знаю, кто ты еще, косметолог. Важно, чтобы не были рога какие-то, корявки. Вот вам шингарды очень даже подойдут. То есть вы укрепите. И, смотрите, глубокие части, формирующие кулак. И все то, что работает, когда вы работаете на пробудущее, запясть на сустав, локоть, плечо и все. Потому что вы можете бить реально сильно. Единственное, что вы не закалите должным образом, прямо до грубого состояния. Это ударные поверхности. Хотя они тоже будут обязательно прорабатываться. Потому что толщина шингарды не настолько велика, что если вы ударите очень сильно макевару и пробьете ее до конца, то все равно, смотрите, вы пробьете баек, баек ударится. Об отбойник шингарда сомнется полностью, и у вас остаточная сила еще сильно надавит. Она продавит полностью с ноги шингарды, и сила от отбойника вернется вам обратно в кулак частично. И вы это почувствуете кожей. То есть будет обязательно и кожа закрепляться тоже, но она не станет грубой, как там кожа носорога, сложно говоря, она не потрескается. Вот это важно. Поэтому шингарды просто незаменимая вещь при работе на макеваре. Предположим, вы работаете и ту, и другую часть. Вы работаете и в набивку, и в постановку. Тогда вам это тем более нужно. Почему? Если вы работаете на набивку, то есть укрепляете ударные поверхности, вы поработали долго, и всегда все идет через микротравму. Все равно, понимаете, через микротравму. Чтобы возникла компенсаторная гипертрофия, должны быть микроскопические какие-то повреждения. Учитывая то, что макевара все равно крепче, чем ваша рука, если вы нанесли в нее несколько сотен ударов, вы все равно какие-то клетки погубили. Вы разбили какие-то капилляры в коже. Вы раздавили какие-то клетки. Вы раздавили клетки петелия. Они умерли, понимаете? Умерли. Если вы в эту же тренировку продолжите носить удары дальше, вы себе уже вообще травмируете все. Вы разморжите всю кожу. Она не выдержит. Какая-то она крепкая не была. Предположим, ваша кожа очень крепкая. Прямо вообще вот такой толщины. Если вы продолжите работать дальше, то это ваша кожа крепкая. Она выдержит. Она потому что мертвая, условно говоря. Но вы этой мертвой кожей, стекленевшей, грубой, будете повреждать себе то, что находится под ней. То есть это головки самопястных костей. Это капсулы суставов. Это мелкие связки всякие разные. Досредственно тканые элементы и так далее. Поэтому, если вы хотите после набивки поработать еще на пробой, шутгарды опять придется надевать, понимаете? По-любому. Иначе вы получите себе какую-то серьезную травму. Это 100%. Даже вот в гадалки не ходите. Это я говорю вам, как ортопед, с богатым жизненным опытом в спорте. И ортопед, и травматолог, который со спортсменами работает, вот так вот долго. И Анна Макиваря работает больше на 5 лет. Поэтому я прекрасно понимаю, о чем я говорю. Какой бы уровень подготовки у вас не был, если вы хотите работать на пробой, и чтобы ваша тренировка была интенсивная и мощная. То есть, чтобы вы не наносили за тренировку всего лишь по 25 ударов каждой рукой, а чтобы вы могли за тренировку нанести, предположим, по 250, а может иногда и по 300, 400, или даже по 1000 ударов каждой рукой, работать в режиме фристайла, перемещаясь около Макивара, нанося разные удары по разным траекториям, со всей силой, пробивая ее на глубину, на всю. Вам, Шенгарды, обязательно понадобится, иначе вы засодните себе руки. Голыми руками можно работать, нанося по нескольку десятку приемов, а в режиме работы на пробой. Или вот здесь должна быть какая-то толстенная подушка. Но тогда это уже не Макивара будет, а настенная подушка или мешок. То есть, понимаете, причем мягкий. От Макивары там не останется уже вообще ничего. Если она будет абсолютно жесткая, то вы вообще не нанесете туда сильных ударов несколько. То есть, один-два, и все, и вы разобьете себе руки, какая бы крепкая рука у вас ни была. Поэтому набивкой мы занимаемся на Макиваре. Голой рукой – это правильно. Потому что, если вы набивкой будете заниматься в Шенгардах, то, конечно, вы себе ничего не набьете, потому что вы будете бить исключительно по поверхности. и заминаясь на толщину Шенгарда, Шенгарда будет все поглощать в себя. В итоге вам в руку ничего не будет абсолютно возвращаться, и вы не закрепите себе никак. Но для новичка это, в принципе, тоже нормально, чтобы начать. Если вы хотите уже с глубокой заниматься, с вами набивкой, это когда мы уже пробиваем на несколько сантиметров, а есть такое правило, вы это можете увидеть в других моих видео, насколько мы забиваем туда баек, если вот на 3 сантиметра, на 4, столько же он нам обратно возвращает. То есть, пик его киме приходится туда, насколько мы его замяли. То есть, если мы, в основном, проникли туда на 5 сантиметров, то максимальная и пиковая концентрация возврата и бусилы будет в 5 сантиметров в руку, и вы закрепляете уже кости. Вот здесь вот, в середине кулака, то есть и кости запястья. Понимаете идею, да? Здесь уже нужен Шенгарда, чтобы вы не думали о том, что происходит с кошей, а думали о том, что происходит с глубокими структурами, формирующими кулак, червеобразные мышцы, мелкие связки между косточками запястья и пястья и так далее. Кости непосредственно сами запястья, пястья. Вот так вот. Когда вы начинаете пробивать уже туда на пробой, то понятно, здесь уже подключается лучше запястьность, устав, локоть и все. И вам вот тем более нельзя, не нужно думать о коже. Вам нужно думать о глубине проникновения приема. Ну и вот и о Шенгардах. Значит, что за Шенгарды должны быть? Конечно, они не должны быть по толщине, как боксерские перчатки. Если они толстенные будут, вот такие, то прежде чем вы начнете, значит, так отклонять боек, у вас сначала должна будет сама перчатка смяться на толщину перчатки. Ну, почти на все. То есть это сантиметров 5, а может иногда и 7 сантиметров. Сколько там уменьше перчатки на тягу. И у вас удар уже погасится в самой перчатке. Потом отклонение пойдет, у вас будет полное непонимание, дезориентация, куда нужно вообще забивать удар в перчатке. А по макеваре я рекомендую ставить удар только тем, кто планирует вести поединок реальный в спорте в боксерской перчатке. То есть это для боксеров. Для чего? Чтобы они понимали, как вкладывать силу на глубину пробития макевара именно в перчатки. Потому что они именно в перчатке должны закладывать свою максимальную силу. Для файтера, который тренируется, боевыми искусствами занимается. Ну, важно понять эти голые руки. Поэтому шингарда не должна быть очень толстой. Иначе у вас будет и чувство дистанции неверное. На толщине перчатки будете вставать немножко дальше или ближе в зависимости от того, как вы технику провести хотите. Поэтому в принципе удар в шингарде должен быть ровно такой же, как вы удар голой рукой. То есть вы дистанции должны вымерять таким образом, чтобы вы макевару пробиваете до конца, у вас рука разгибалась полностью, видит, если рука согнутая, чтобы точка кема была там, где боев соединится с отбойником. И этому не должна не мешать толщина с шингардой. То есть вы должны вставать на ту же дистанцию, как если бы били голым плаком. Поэтому очень толстые шингарды быть не должны. И поэтому если вы не можете в тоненьких шингардах пробивать макевару до конца, то есть чувствуете боль, как если бы вы били голой рукой, значит надо делать не то, что надо не то, брать более толстый шингард, а настраивать макевару на более мягкую настройку. Для этого опять же подходит хорошо макевара МБШ. Почему? Потому что в ней можно изменять уровень нагрузки. Вот сейчас стоит самый маленький нагрузки. А можно поставить детский байон, и ребенок сможет ее пробивать до конца. То есть не толстые перчатки надевать, чтобы пробивать макевару до конца, а просто уменьшать уровень сопротивления макевару. Шингард должна быть довольно тонкой. Я говорил, что ее основная задача это не смягчить, а защитить вашу кожу. Вот это вот основное. Не смягчить удар, а защитить поверхность ваших рук. Вот и все. Ну что ж, А теперь, собственно говоря, надо заниматься, надо тренироваться. Как лучше строить тренировку? Можно, конечно, работать все в один день. То есть отработать, предположим, набив на макеваре, и тут же вторую часть уже поработать на пробок. Это нормальный вариант, это хорошо. Вот. Можно тренировку устроить таким образом, что в один день идет исключительно только набивка поверхностная, на следующий день набивка будет глубокая, причем зависит от того, насколько у вас сильно подготовлены руки. Если руки очень хорошо подготовлены, вы можете поглубже пробивать и работать без шингарда. Если вы новичок, то лучше пробивать даже поглубже в шингарде. И третий день, предположим, вы работаете удары на постановку, на пробок макеваре. Ну, таким образом. Вот. Тот, у кого руки очень хорошо подготовлены поверхностные набивки, могут вообще не заниматься. Они могут заниматься набивкой уже с глубокой, то есть пробивать макевару на 3-4 сантиметра. При таком режиме работы прорабатывается вся толща, насколько вы занимаете макевару, то есть от поверхности и до 3-4 сантиметра. То есть отдельно кожу вам прорабатывать не нужно. Это, в принципе, будет уже вполне достаточно. Вот. Ну и отдельным днем работать, предположим, работу на пробок. И то, и то нормально. Если вы много работаете на постановку, желательно, конечно, не работать каждый день на постановку на пробок, потому что нужна фаза суперкомпенсации и для суставов, и для связок, потому что все равно какие-то микро-пубреждения все равно будут обязательно происходить. И нужно время для заживления. На первом году тренировок лучше, конечно, работать мощно на пробок, не больше, чем за неделю раза два. Вот так вот. Мощно на пробок, довольно по-многому. Но если уровень подготовки высокий, то можно работать через день. А для подготовленных можно работать каждый день. Это я говорю для тех, кто работает на макиваре много. Если вы работаете на макиваре не очень много, то можно работать уже в один день и на набивку и постановку. Предположим, вы каждой рукой отработали на макиваре на набивку по 300-400 ударов различных. Предположим, 100 ударов нанесли скили, 100 ударов нанесли сбоку, 100 ударов нанесли снизу и так далее. Вот уже СН-300 получил за каждой рукой. Причем вы можете стойку поменять. Получается ударов по 300, по 400, по 600. Потом надеваете шангар и наносите предположим какого-нибудь удар по 20-30 ударов каждого варианта. Из одноименной стойки, из разноименной стойки и так далее. если вы трениров наносите по 3000 ударов, то сами понимаете, надо давать хороший отдых на восстановление. Теперь еще момент такой. Вот смотрите, сейчас я нахожусь в Таиланде на Пхукете, здесь очень влажный климат. Кожа здесь очень много набирает в себя воды, жидкости, прямо реально ощущается. Если вы на макеваре будете фигачить активно голыми руками, вы обязательно разморжите себе кожу. Я в свое время записывал на Таиланде видео, что я обрабатываю, когда голыми руками работаю, руки диодом себе, чтобы подсушить, подгибить кожу, чтобы она не была набрягшая. И тогда работать можно довольно легко и гораздо дольше. Вот такой вариант. И здесь же я вам что рекомендую? Не работать за одну тренировку и набивку, и постановку. понимаете, и уж тем более не работать после постановки набивку. Если вы в шингарах поработаете на макеваре, ваши руки пропотеют и еще больше влаги наберут. Если вы потом на брягшей позе будете работать на набивку, а я вообще не рекомендую никогда работать так, чтобы сначала постановку работать, а потом уже набивку. Всегда наоборот. Здесь это тем более просто неправильный подход будет абсолютно. То есть здесь надо разбивать вообще конечно отдельно и набивку, и постановку. Лучше положим поработать на набивку, потом сделать какой-то перерыв, руки должны немножко подсохнуть, вы должны чуть-чуть остыть, потом надеть шингарды и поработать на постановку приема. Вот это будет сам правильный подход. Но это там, где влажные клиники. Там это работает очень хорошо. Ну, я думаю, что о важности шингарды я все рассказал. И еще хочу рассказать вот что. Шингарды должны на руке сидеть очень-очень туго и плотно. То есть покупайте их чуть ли не на размер меньше. А чтобы их легко надевать и снимать главное потом надевайте вот такие еще хэбэ перчатки. Надевайте хэбэшную перчатку. А потом надевайте шингарды, в которой у вас и так рука бы залезала туда. И что тогда получается? Она сидит на руке прямо плотно-плотно как презерватив. И тогда нет экскурсии и никакой внутренней поверхности шингарды и руки. Особенно это важно для новичков, у которых удары нечетко перпендикулярно входят в мишень. Бывают какие-то соскальзывания, удары по касателям. Если шингарды на руке болтаются, то вы обдерете себе кожу на руке, только уже не бойком макевары, а непосредственно самой шингарды. Учитывая тот факт, что в шингарде рука потеет, там кожа набрякшая, вы сдвинете себе кожу просто молниеносно. Очень важный момент. Поэтому туго-туго должен сидеть. Второй момент. Если вы без хребы перчатки это делаете, вы потом не снимете потом перчатку со шингаром. Не за что зацепиться, неудобно, она к руке прилипла, еще сырая. Здесь же вы что делаете? За пальцем раз, 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 как будто простую перчатку. И снять ее в разы легче. И еще, что важно, вы достали ее и встир. Ну все. И она у вас никогда шингарда не провоняет, ее не надо сами стирать, не будет такого, что там духа такой слезненный все, потому что оно кожное сало и все. Да, пот попадет с этого туда. Вот. Это вода. Пот, это вода и соль. А вот еще кожное сало существует, оно прогоркнет, потом, там, воничье будет жуткое. Так все, кожное сало останется на хребе перчатке. Вы ее постираете и ваши шингарды прослужат Субтитры сделал DimaTorzok